Это листья, разные листья с деревьев, с капусты. Вот такой был этот хлеб. И этот хлеб меня мама кормила, отщипала от этого кусочка год и восемь месяцев. В лагере 40-113А Берлин-Хармсдорф. Представьте себе этого ребенка и как он мог выжить. А вот на моем столе также еще лежит обрывок бумаги, где написано меню. Его я нашла в воспоминаниях одной из наших узниц, напечатанных. Мы, Зуя Кузьминишна, много пересмотрели этих воспоминаний перед тем, как готовились к этой встрече. И я читаю меню. Это у нас рассказывала Валентина Питерская. Утро на завтрак. Чай и ломтик хлеба. Какой ломтик хлеба мы с вами уже уловили, да? На обед. Шпинат. В основном без соли. И два ломтика хлеба. На ужин чай. И кусочек хлеба. А по праздникам давали две картошины. И она приписывает. Это было величайшее лакомство и большая-большая радость. Вот рядом со мной сидит Любовь Васильевна Сидорова. Она попала в лагерь в Витебске. И вместе с мамой, и старшей сестрой. И, наверное, сама-то она не помнит. Потому что ей было всего два годика. Но наверняка она знает, что рассказывала старшая сестра. Наверняка она знает, что рассказывала мама. А мне она говорила, что уже тогда, когда освобождали, когда их вначале фашисты гнали, да, в Германии, то уже воспоминания у нее все-таки есть. Те самые первые, самые яркие воспоминания. Помню хлеб, который давали нам черный. И он рассыпался в руках. Вот как Зоя Кузьмевич сказала, что большинство опилок было. Я его так и звала, чтобы он из опилок стоял. И еще суп давали из брюквы, вот, сваренной. Там, ну, кусочки брюквы плавали и все. И вот это, вот. Вот это наши были обеды, завтраки и все. Вот так мы и прожили. Тяжело. И потом вспоминать, вот сейчас я посмотрела на Глебушек, на этот. И даже слезы выступили не только что. И вспомнила тот Глеб. Большая лезвница.